Девятое. В прекрасной тетралогии Федора Абрамова «Братья и сестры» встречаем Егоршу Балендрасника и Шалопая, ухажера и пьяницу, нелишенного мужского шарма, нелишенного и черт типичного русского человека вообще и особенно колхозной эпохи. Побурлаковав по мирам, наконец возвращается в родное Пикашино к друзьям-алкашам. Болтовня на какое-то время пошла на сугубо мужской манер. Везде побывал Егорша, всю Сибирь вдоль и поперек объездил и женщин всяких перебрал. Несчесть! — А сибирячки, они как? Из каких более наций? — уточнял вопрос за вопросом Филя. Он разволновался так, что заикаться начал. — А всяких там наций хватает — и русские, и казахи, и чеупчи, и корейцы. — И ты — это! — уфили голос затрадал от зависти. — Ну да, ну да, это! Конец цитаты. А богобоязненному Овсию Мошкину он в пьяном восхищении рассказывает. — Ух, сколько я этих женщин и девушек перебрал! Во все нации, во все народы залез. Такую себе задачу поставил, чтобы всех узнать. Казашки, немки, корейки, якутки. Бухгалтерию надо заводить, чтобы всех пересчитать. Одна ханжа мне на Сахалине попалась. Ну, стерва! Без молитвы да без креста на это дело никак. Конец цитаты. Пьяный Егорша — это простонародная непосредственность. Хвастается гордый. Во все нации, во все народы залез. Этакую задачу поставив. А сколько и где пооставлял байстрюков и не вспомнит, и не скажет. А миллионы таких алкашей, как Егорша — искренняя, открытая душа русского человека, которому не дано ни осмыслить, ни осознать. Вот это-ка я запрограммированная бездна. Еще не могу не вспомнить и один замечательный рассказ Виктора Астафьева. Забылось название. Машина, которая зимней, раздержена ухабистой дорогой, везла в сельскую лавку, полный кузов ящиков со шмурдяком, пойлом самого низкого качества, перевернулась, бутылки с вином разбились, все это позамерзало в снегу. Как только об аварии узнали мужики, все рванули за деревню. Конечно, не для того, чтобы пособить в аварии. Все набросились на товар, пили из уцелевших бутылок, из разбитых, ели пьяный в кавычках снег, ведя попутно пьяную болтовню и дурея мозгами до тех пор, пока хватило боя в кавычках. Вот такая оргия! Колоритная! Казалось бы, колоритная, но ведь таки обыденная, если поразмыслить. Абрамовского Егорши, конечно, там не было, хотя вполне мог быть. Разве рассказ русского Астафьева о деревне конца XX века не перекликается с рассказом американца Кеннона о пьяной деревне конца XIX века? И таких документальных или художественных свидетельств можно приводить сотни и тысячи. Различие может быть в деталях, только не в сути. Суть неизменна во все века, что при самодержавных царях, что при генеральных секретарях. Эффект мухомора и ныне, и присно, и во веки веков.